Современные гематологические анализаторы измеряют множество показателей, характеризующие эритроцитарное, лейкоцитарное, тромбоцитарное звенья. Основные показатели, о которых пойдет сегодня речь, представлены на слайде. Начнем с показателей эритроцитарного звена. И первый показатель – это количество эритроцитов. Причинами эритроцитопении могут быть кровопотери, нарушение гемопоэза при апластических немех, например, повышенный гемолиз эритроцитов, заболевания печени и почек, дефицит гемопоэтических факторов, железа, витамина В12, также может наблюдаться при увеличении ОЦК, при таких состояниях, как беременность, гиперпротенемия, гипергетратация. Эритроцитопения часто сопровождается неэффективным эритропоэзом, но не всегда. Эритроцитоз может быть первичным и вторичным. Первичный эритроцитоз наблюдается при таком заболевании, как истинная полицитемия. Это заболевание, при котором субстратом опухоли является в основном зрелые эритроциты. И вторичный эритроцитоз может быть реактивный и симптоматический, может носить абсолютный и относительный характер. Абсолютный эритроцитоз развивается в ответ на тканевую гипоксию, при избыточной продукции эритропоэтина, при избытке гормонов, таких как андрогены, андренокротикостероиды и других. Относительный эритроцитоз развивается вследствие гемоконцентрации, когда происходит снижение ОЦК, например, вследствие рвоты, диареи или приема диуретиков. Также к вторичным эритроцитозам можно отнести физиологический эритроцитоз новорожденных. Причины возможных ошибок и неточностей, как мы уже сказали, могут быть нарушения на преналитическом этапе, но также это может быть связано с наличием некоторых особенностей в исследуемом пробе. Так, например, к ложному повышению результатов числа эритроцитов может приводить наличие в пробе гигантских тромбоцитов и наличие криоглобулинов. К ложному снижению будет приводить агглютинация эритроцитов, внутрисосудистый гемолиз, а также выраженный микроцитоз эритроцита. В этом случае микроциты будут просчитываться анализатором как тромбоциты. Следующий показатель – это гемоглобин. Это основной компонент эритроцитов, представляет собой сложный белок, состоящий из гема и белка глобина. Снижение концентрации гемоглобина может быть при анемии различной теологии, причем выраженность снижения концентрации будет различна при разных анемиях. В результате острой кровопотери и также в результате гемодилюции, то есть повышения объема плазмы. Повышение концентрации гемоглобина можно наблюдать при симптоматических наследственных эритроцитозах, при эритремии и гемоконцентрации. Причинам возможных ошибок также служат нарушения на пренолитическом этапе, к ложному завышению приводят высокий эритроцитоз в пробе, агглюцинация эритроцитов, уремия, гиперлипопротенемия, гипербилирубинемия будут приводить к изменению цвета пробок и к увеличению параметров. Также к увеличению будет приводить гемолиз. К ложному занижению результатов наличия микросгустков в пробе. Довольно наглядный пример из практики, показывающий влияние пренолитических факторов на ложные изменения ряда показателей. Женщина с 73 года, первые сутки после хирургического вмешательства, при оценке анализа крови обратила на себя внимание снижение ряда показателей, особенно резкое снижение гемоглобина практически на 30 единиц. Первое, о чем может подумать врач-клиницист, это о развитии у пациентки острого кровотечения. Но при обсуждении результата анализа с лечащим врачом удалось выяснить, что клинических данных за кровотечение у пациентки нет. Подсказкой для врача клинической оборудованной диагностики послужило также резкое снижение числа тромбоцитов. Было проведено микроскопическое исследование образца крови, и там было обнаружено наличие микросгустков. Провели повторное взятие в пробы, и уже в повторной пробе показатели отличались. Причинами образования микросгустков могли послужить нарушения на преналитическом этапе, такие как нарушения при взятии крови, недостаточное перемешивание крови с антикогулянтом и другие. Этот пример также показывает важное взаимодействие врачей-клиницистов и лабораторий для получения достоверной информации о состоянии пациентов. Поэтому еще раз хотелось бы сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться к врачам в лабораторию. Мы всегда поможем и подскажем возможные причины, которые могли привести к этому. Следующий показатель – это гематокрит. Гематокрит – это процентное содержание форменных элементов крови в ее общем объеме. К повышению гематокрита приводит эритремия, наблюдается точнее при эритремии, при симптоматических и наследственных эритроцитозах, при избыточной продукции эритропоэтина и при гемоконцентрации. Снижение наблюдается при анемиях различной идеологии, при гемодилюции. К ложному завышению приводит наличие крупных тромбоцитов, криоглобалинемии, высокого эритроцитоза, гипергликемии. К ложному завышению – наличие выраженного микроцитоза эритроцитов и агглюцинация. Следующий показатель – это средний объем эритроцита. Этот расчетный показатель вычисляется по формуле, как отношение гематокрита к количеству эритроцитов. Снижение этого показателя ниже порогового значения наблюдается при железодефицитной анемии, при талосемии, злокачественных опухолях, гемоглобинопатиях и других патологиях. Макроцитоз – это повышение выше порогового значения, часто бывает при мегалобластных, апластических анемиях, анемиях при ликозах и на фоне лечения цитостатиками. Хотелось бы обратить внимание, что это средний показатель объема всей популяции. Анализаторы регистрируют усредненное значение, и поэтому при выраженном макро- и микроцитозе или при наличии шизоцитов в пробе этот показатель часто остается в пределах нормы. Ложное увеличение среднего объема эритроцита приводит к аглюцинации эритроцитов. Хроллвелл с высоким лимфоцитозом, в этом случае малые лимфоциты будут просчитываться анализатором как макроциты. Диабетический кетоацидоз, в результате которого происходит разбухание клеток, то есть увеличение их объема. К ложному занижению приводит наличие гигантских тромбоцитов, фрагментация эритроцитов при механическом гемолизе, ДВС-синдроме и при криоглобулинемии. Следующий показатель – среднее содержание гемоглобина в эритроците. Он характеризует среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците. Это также расчетный показатель, рассчитывается по формуле. Изменение среднего содержания гемоглобина в эритроците лежит в основе классификации анемий на гипо, норма и гиперхромная. Клиническая оценка этого показателя проводится всегда в комплексе с другими эритроцитарными индексами. К причинам ложного снижения и завышения результатов для расчетных параметров служат все те причины, которые приводят к завышению или снижению показателей, из которых они рассчитываются. На слайде представлена классификация анемий в зависимости от показателей среднего объема эритроцита и среднего содержания гемоглобина в эритроците при одновременном снижении этих показателей будет микроцитарная гипохромная анемия, драмоцитарная драмохромная анемия, если эти показатели в пределах нормы, макроцитарная гиперхромная при увеличении показателей выше реферитных значений. Подробно останавливаться на анемиях мы сегодня не будем. Переходим к следующему расчетному показателю. Это средняя концентрация гемоглобина в эритроците. Он вычисляется по формуле и отражает насыщение эритроциты гемоглобином. Он не зависит от клеточного объема и является чувствительным тестом при нарушении гемоглобина образования. Снижение этого показателя наблюдается при заболеваниях, связанных с нарушением синтеза гемоглобина. Сопровождается железодефицитная, сидеробластная анемия, талосемия и анемия при онкологических заболеваниях и других состояниях. Повышение предельных значений встречается крайне редко. Так или иначе можно встретить при холодовой глюцинации и микросфероцитоза. В КЛД его используют как показатель контроля качества. Следующий показатель – это показатель гетерогенности эритроцитов по объему. Он отражает различия эритроцитов в объеме и характеризует степень анизоцитоза. Если это показатель в пределе нормы, это говорит о наличии в пробе крови гомогенной по размеру популяции. При повышении нормы присутствие в крови смешанной популяции. Часто можно встретить при макроцитарных анемиях, при МДС, метастазах опухоли, костный мозг и другие. Как правило, врач клинической лабораторной диагностики оценивает этот параметр параллельно с анализом эритроцитарной гистограммы и морфологическим исследованием мозга крови. И в заключении указывает степень анизоцитоза и клетки каких размеров преобладают. Различают RDW-CV и RDV-WSD. RDV-CV – это относительная ширина распределения эритроцитов по объему, показывает, насколько объем эритроцитов отклоняется от среднего значения. Он напрямую зависит от значения среднего объема эритроцитов. Поэтому, если большинство клеток популяции будут одного размера, например, маленькими, как при эритроцитозе, то этот показатель останется в пределах нормы. Он менее чувствителен к присутствию небольшой популяции микроцитов, макроцитов или ретикулоцитов, но лучше отражает общее изменение в размере эритроцитов при макроцитарной или микроцитарной анемиях. RDW-CV – он отражает разницу между максимальным и минимальным объемом клеток эритроцитов в исследуемом образце. Он не зависит от среднего объема эритроциты и представляет собой прямое измерение ширины эритроцитарной гистограммы на уровне 20% пика кривой. Он является более чувствительным показателем при появлении популяции эритроцитов, небольшого количества макроцитов и микроцитов.